Доброе утро, друзья! Вы, человек занятой, видим, следим, включаем, смотрим, переживаем. Андрей, что сегодня с вашей помощью мы приготовим на нашей кухне? Мы сегодня в программе рыба с рисом. Рыба с рисом. Пока программа, я бы назвал, такая школьно-детсадовская. Ну, еще, как говорят мои друзья, самое главное, чтобы не с пола, да, и чем проще, тем лучше. Я понимаю вас. Так, значит, чего мы тогда начинаем? Ну, ну, что начнем мы с риса. Для этого нам нужен рис, собственно, нам нужна вода и оливковое масло. Так, вот такой рис вам подойдет? Годица, отлично. Он такой немножечко, такой вот... Отлично, как раз то, что нужно. Вы бы простой, не затеряйте, сейчас. Вода нам нужна горячая или холодная? Горячая. Горячая. Вот смотрите, свежая, чистейшая, потому что она из фильтра-аквафор. Так, друзья. Замечательно. Вот все. Мы закипятим воду. Засыпаем в мерную мензурку. Да. И сколько нам нужно риса? Ну, один пойдет один к двум, так что не важно. Вот столько стаканчик риса, на него два стакана горячей воды. Смотрите, Андрей, а вы как часто вообще его готовите? Ну, как ему сказать, когда есть свободное время, готовлю всегда. Поскольку свободного времени нет, то готовлю немножко реже. Готовите реже? Но, когда мы с друзьям едем на охоту, когда они знают, что в компании нет, я хотел развить эту тему, хотел про охоту. Я прочитал про вас, вы же настоящий охотник, вы заядлый охотник. Да. Вы сколько охотитесь? Да лет, наверное, уже 30 точно. 30 лет? Это ж как... Ох, давайте тогда когда еще? Давайте похлопаем, друзья. Это были времена Советского Союза. А вы помните, с чего началось вообще? Почему вот так вот? Какой первый был трофей? Первые трофеи были рябчики, как сейчас помню. Это было на строительстве Байкал-Амурской магистрали, на реке, на озере Зея. Вот так? Да. Значит, озеро Зея, рябчики. Рябчики. Юный Андрей Соколов. Юный. В руках? Ружье. Двустволка. Слушайте, а как, ну это же... Ну, когда кушать хочется, попадаешь сразу. А в это была причина. Хотелось кушать. И тут летели рябчики. Рябчики, на свою беду рядом. На свою беду летели рябчики. И один рябчик говорит, ты не видел фильм «Маленькая Вера»? Говорит, нет, не видел. И вот этот ответ был кроковым. Тогда фильм «Маленькая Вера» еще... То есть еще до... То есть это сколько вам было? 17 лет. Похлопайте, пожалуйста, друзья. Это вот такое постоянство в течение всей жизни. То есть вы охотник... Какой самый большой... Мы, кстати, сковородку может перекалиться. Это же на всякий случай. А что нам нужно? Нам нужно оливковое масло. Разорить. Нам нужно сейчас взять оливковое масло. Сейчас я хочу сказать, что у нас оливковое масло, это не просто оливковое масло. Маэстро де олива. Да. Очень много полезных вещей есть. Что нужно сделать? Сюда чуть-чуть. Прямо вот сюда? Прямо сюда, конечно. Достаточно. Пропитываем. Пропитываем рис маслом. Рис маслом оливковым. Замечательно. Слушайте, а вот скажите, это рецепт какой-то национальной кухни принадлежит, который мы сейчас делаем? Или это ваше изобретение? Это, я думаю, что это сборная со всех кухонь. Да. Но, скорее всего, корни, конечно, лежат в охотничьих угодьях. Где-то там. Где-то там для кухни. То есть мы можем смело утверждать, что сегодня мы готовим охотничий рецепт? Ну, вполне. Вполне. От Андрея Соколова. Она такая охотничья программа от Андрея Соколова. Итак, добавляем зерну в рис чуть-чуть. Так, это зира. Да. И перемешиваем дальше. Перемешиваем с рисом. Давайте я, может быть, возьму какую-нибудь... Не-не-не-не, это ручная. А, вот. Конечно. Конечно. Слушайте, а на охоте как? Вот так же. А что, какими инструментами пользуются на охоте? Я имею в виду, ну, посуды какой-то, котелок или как? Ну, вы знаете, как бы охота со времен Байкала-Морской магистрали, она все-таки... Притерпела изменения? Абсолютно. То есть теперь это роскошный джип. И достаточно серьезный. Так что у нас... С рулем в дубленке еще не за Дрей Соколова. А в руках Томик... Мобильный телефон. Мобильный телефон. И по мобильному телефону... Вызывает. Николай Петрович, отпускайте рябчиков. Они летят и вот так вот бах-бах. Ну, а... Нет, ну серьезно. Ну, так оно и происходит, собственно. Ну, ладно. Нет, серьезно. Я знаю, у меня есть тоже знакомые охотники, но они все, мне кажется, ищут на охоте как раз вот такой отрыв такой от цивилизации. Как можно больше в грязи свалять, это тоже правильно. Вот так. К этому времени у нас уже... Что у нас происходит? Так, где... Берем кипяточек. Кипяточек. Прямо вот сюда же? Да. Два стакана. Два стакана. Ну, то есть, получается, один дом. Вот так, у вас было столько риса, поэтому я... Так, раз. Вот так вот. Два, два. Теперь можно это у нас помешать чем-нибудь. Вот, пожалуйста, вот-вот, все здесь. Все здесь, пожалуйста, Андрей, мешайте. То есть, теперь охота претерпела честные изменения. Ну, расскажите, как, вот вы сейчас сколько раз в год вы охотитесь? Ну, в зависимости от свободного времени. Иногда бывает в месяц раз в два-три, а иногда бывает раз в полгода. Ну, даже раз в полгода. Вы знаете, у меня просто есть, ну, тоже есть знакомый, который охотится. Я, вот скажите, это все охотники такие, потому что я знаю, что люди уезжают, отключают все мобильные телефоны. Ну, просто исчезают. И охота для них, это прямо вот такая, знаете, святая обязанность. Вань, ну, судя по вопросам, вы на охоте не были ни разу. Честно вам скажу, я был в качестве дичи только один раз. Когда случайно вышел на охоту, да, к чем-чем? Соль в... Понятно. Крышечка есть закрыть? Крышечка, да, конечно. Вот, пожалуйста, мы прикрываем, да? Совсем плотно. Так. Далее. Берем самое, так сказать, то, мы ради чего, собственно, это все зателем. Рыба. Рыба. Карп. Карп. А вы, случайно, уважаемый Андрей, не рыбак ли вы еще? Вот, да, сам добыл, ловил. Да ладно. Еще летом, еще летом, лежали в холодильнике, все, знал, что меня пригласили в замечательную программу. Не ел, страдал, не доедал, но все-таки, но все-таки я ее сюда донес. Но нам нужна раздела сюда, что. Мука. Мука, мука у нас имеется, давайте все подготовим. Так, мука. Берем нож. Берем нож. Большой. Большой, маленький. Большой, самый. Берем рыбу. Самый большой нож, давайте. Я хочу, можно я сделаю? Я буду так же, как он. Так же. Отделяем голову. Отделяем голову. Хвостик тоже нам не особо нужен. Так, так, так. Да что ж такое-то кревет-то? Так, отлично. Вот какой карпушек. Отлично. Режем на части. Отделяем хвостик. Сейчас, подождите, он выскальзывает у меня? Подождите, стойте, Андрей, вы уже далеко. Не расстановитесь. Вы же охотник и рыбак. На самом деле, для таких случаев есть ножницы замечательные, которые могут помочь. Знаете, для такого случая есть еще... Да что ж ты скользишь-то, гад? Господи, с каким усердием-то прямо? Так. Замечательно. Так. Мы это сделали. Мы это сделали. Давайте, да, давайте. Так, далее. Подождите, далее. Вы-то себе отрезали плавнички там, а мне? А то потом понятно будет, у кого человек кусок. Все. Так, так, так. А вы на БАМе что, собственно, делали? Деньги заработали. Вы зарабатывали деньги? В 17 лет на БАМе? Первая моя профессия – слесарь сантехник. Вот это да. Так что на БАМе стоят компенсаторы и, так сказать, котельная построена вот этими руками. Руки помнят, так что... А почему у нас никто не хлопает? АПЛОДИСМЕНТЫ Слушайте, это вы меня сейчас... Это вы меня совершенно сейчас поразили. То есть вы в 17 лет поехали на БАМ? Да. За длинным рублем. И длинный рубль не заставился долго ждать? Конечно. Первая машина была проведена именно оттуда. Вы что, в 17 лет уже машину купили? В 18. Нет, сейчас этим никого не удивишь. Я понимаю, но тогда... Сейчас, да, но тогда, извините меня. Тогда, когда я подъезжал к Московскому авиационно-технологическому институту на своих «Жигулях», а декан подъезжал на «Запорожце», я после этого выше тройки у него на экзамен не получил. После этого... Друзья, это, знаете, это был первый случай, когда декан ушел работать с лесарем-сантехником на БАМ. Улучшать собственный автопарк. Значит так, пока готовим. Заливаем масло. Вот. Слушайте, прямо вот столько масла. Раз, и вторую туда же. И вторую туда же? Да. Это она должна у нас просто закипеть. Слушайте, ну таким образом мы просто делаем... Насколько я понимаю, это получается фритюр, да, у нас будет? Ну, где-то да. Ох, это будет вкусно. Так, берем рыбу в муку, в соль и в зиру. Соль крупная? Естественно. Да, да, да. Да, мы, конечно, сейчас делаем вот что. Так, дорогие телезрители, что происходит? Карп в муке... Разделанный. Обваливается, разделанный, выпотрошенный, плавники, все убрано, мука, крупная соль и зира. Кстати, вот зира. Я сейчас зиры подсыплю вам. Можно не жалеть. Не жалеть прямо зиры, да? А потом еще сверху. Так. Так. Давайте еще. Не жалеть, это лучше. Не жалеть, это не жалеть. Не жалеть. Так, берем. Это прямо у меня сердце сейчас становится. Что я не жалеть? Это в зинке. Простатично, конечно, вы, это зазвейно, зарабатываете много на бане. Вы, наверное, не жалели, катали всех по Москве. Абсолютно. А пробок не было? Пробок не было. Эх, девчонок. Туда, туда. Да, сюда. Только как выйдешь, так и начинаешь катать. Туда, сюда, кстати. Да. Хорошая машина. Да, хорошая машина. Мы об этом и говорим чуть позже. У нас варится рис, масло у нас закипает. Я для секунды вас оставлю сейчас. Дорогие друзья, у нас короткая реклама, после которой мы вернемся. И вы знаете, что зира в переводе с хорватского означает «ставлю на все». ТАПОВЕ. Мир твоих возможностей. Батюшка, а это ничего, что мы в пост колбасу едем и водкой запиваем? Да все нормально, сын мой, все нормально. Из кинофильма «Маленькая Вера». Дорогие друзья, с МАК на Первом канале у нас в гостях сегодня Андрей Соколов. Доброе утро еще раз, Андрей. Доброе утро. Я что-то даже эту фразу, честно говоря, не помню. Да и ладно. Это не самое главное. Мы охотимся за такими фразами. Слушайте, значит, так, головы, ну головы, чего головы? Это уже не нужно. Я хотел вас спросить, я убежден, что у каждого охотника должен быть самый запоминающийся трофей. Это первый, наверное. И какой-нибудь, вот что вы и поймали, и, так сказать, я показываю процесс. Я понял. От этого. Да. От этого. Ну да. Самые из трофеев, ну трофеи были разные на самом деле и разнообразные. Разнообразные, но самое запоминающееся, если говорить о впечатлении произведенном, да, на здоровую психику, это была первая встреча с медведем. Когда была весна, когда это была такая загонная охота, то есть мы стояли на номерах, вернее, поскольку надо было сделать так, чтобы мы заметили медведя раньше, чем он нас, да? Ну, это, конечно, помогает. Мы как бы маскировались. Значит, и я, меня поставили на номер, я, значит, лег, лег. Расскажите, номер, это означает, что у каждого есть свой номер? Определенное место, которое должен занять охотник. И для того, чтобы было удобнее общаться и понимать, кто где стоит, когда егер расставляет, он расставляет по так называемым номерам. Первый, второй, третий, четвертый, пятый. Они никак, таблички не прибиваются, значит, в руки номера не выдаются, просто каждый запоминает. Криков там. Первый пошел. Нет, такого нет. На первое, второе считается, тоже нет. Вот, и обходить достаточно большую территорию. В общем, когда меня пока поставили, я прилег, было большое бревно, я приладил, все хорошо. Ну и весна, солнышко пригревает, я заснул. Заснул. И просыпается от того, что так... Фактически, фактически, да. Андрей, дайте, пожалуйста, автограф. Как будто что... Я открываю глаза и смотрю передо мной, вот нос в нос, да, здесь бревно, и на этом вот такая медвежья морда, прямо нос в нос, фактически глаз в глаз. Вот так, да? Два слова. Поскажем о том, что медведь это одно из самых опасных животных, правда же? Да, фактически, да. Непредсказуемое, абсолютно. Непредсказуемое и достаточно злое. Да, и достойно уважения, я к нему надо, конечно, на вы и на расстояние лучше. Да, ну как я. Да. Открываю глаза, вижу передо мной, передо мной эту маханатую морду со скалом, ну, думаю, в общем, я даже, по-моему, даже... А ты как был у нас в том, медведь, агрессивно? Подумать ничего не успел. Я не стал спрашивать, я думал, лучше его не беспокоить. Я глазки закрыл, волосы у меня дыбом, пот, все. Что-то тишина, ничего не происходит. Я открываю глаза еще раз, и у меня произошла некая перефокусировка. Если сначала я его видел вот здесь, то когда я посмотрел вдаль, оказалось, что это была мышка, которая смотрела в мою сторону. Но поскольку я открыл глаза, я подумал, что это медведь. Да, 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 да. Но это я запомнил навсегда. Вот это ощущение... Гигантского зверя, разъявенного, который смотрит на тебя. Даже сейчас мурашки по коже. Да, так, в принципе, для того, чтобы, так сказать, нам уже потом к готовой еде украсить стол, можем приготовить... Салатик? Это мы не можем, мы обязательно приготовим салатик. Знаете, что, я думаю, что все наши зрители, честно сказать, не сильно удивились, услышав про ваши увлечения, ну, например, охоты. Или, например, я знаю увлечения хоккея. Да, это хорошая история. Ну, я имею в виду, что в хоккей играет настоящий мужчина, на охотах настоящий мужчина. И все ваши образы в кино, что уж скрывать, это образы настоящих, уверенных в себе, цельных, самодостаточных мужчин. Вы явно слышите. Спасибо. Вот скажите, вопрос, который я знаю, вам задавали не раз, но не могу вам его не задать. Не испытываете ли потребность в ролях слабых, беспомнятных, хитрых, подлых, субтильных, альфонсистых, жигалообразных подонков? Включался журналистки вчера, она сказала, что же вы все время играете образы инфантильных, жигалообразных подонков, субтильных. Такая журналистка. Да, говорит, что же вы все время их играете? Это знаменитая слепая журналистка. Я знаю, она ходит, берет, она меня тоже спросила, почему вы, вот, Иван, блондин, а говорите таким тонким голосом. Да. Поэтому, наверное, все-таки не все творчество мы видели. Придется подарить какую-нибудь филематеку. Действительно, ну, безусловно, я видел не все, потому что я видел... Вот, да. У меня есть любимый фильм с вашей части. Это фильм, который, поскольку я был очень юный тогда, это фильм, который мне не позволял заснуть потом, Андрей. Ну, наверное, «Маленькая вера». «Маленькая вера». Понятно. Наоборот, я даже могу догадаться, почему. Нет, «Маленькая вера», слушайте, «Маленькая вера» — это понятно. Да тут все, как говорится. А вот фильм, был такой фильм, он и есть, который называется «Пьющая кровь». Хороший фильм. Про вампиров. Это был один из первых советских... Толстой, да, Толстой. Это советский еще был фильм. Это по Алексею Толстому. Толстой, да. Где Андрей играл молодого офицера. Круневский, да. Да, офицера. Вот. А все остальные играли вампиров. Марина Влади играла бабушку. Марина Влади играла бабушку. Банионис играл дедушку. Да, да, Банионис играл самого страшного вампира. Вот я вам клянусь, это меня настолько впечатлило почему-то. Я плохо спал после этого, Андрей. Понимаете? То есть вы, я к чему это все говорю, вы не только охотитесь на мышей, медведей и рябчиков, вы и на вампиров в кино охотитесь. То есть супергерой такой, понимаете, вот такой был у нас фильм, как Дракула прямо. Кстати, шикарное кино было снято очень хорошо. Пока мы, кстати, говорили, уже готово. Думаете, вот вы думаете, может быть попробуем все-таки большую зажечь? Сейчас, 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 сейчас. Нет, мы сейчас возьмем немножко водички и проверим. Нет, вы знаете, там ничего не... Не, не может быть такого, уже достаточно долго. Сейчас, Ванечку. Все готово. Да, это так. Андрей, Андрей. А, а, все хорошо. Ой-ой-ой. Самое интересное. И кладем сюда. Вот. Рыбу. Я знаю, что нужно сделать. Там для того, чтобы эту рыбу выкладывать. Смотрите, Андрей, правильно ли я делаю? Замечательно. Да? Вот так вот. Я даже не глядя могу сказать, что это правильно. Так. И последний. Вот. Так. Значит, это должно буквально, ну, минут, минуты 3-4-5, не больше, потому что уже... Чтобы не пересушилось. Да, чтобы не пересушилось. И я выкладываю полотенце, чтобы на них прямо мы эту рыбу выложили, чтобы... Чтобы все ненужное масло. Это... Нет-нет-нет, это не будет. Не будет? Не нужно? Нет, не нужно. Мы сейчас берем, наоборот, листья, листья салата, листья, листья кинзы и вот так красиво сюда, прям под эту рыбку кладем для того, чтобы она еще и пропиталась вот этим всем. А, вот этим всем. Давайте, вот, я, знаете, я палки вот эти уберу, потому что палки-то пропитываются когда. Зачем им пропитываются? Посмотрите, я правильно делал? Вот так вот вы хотели, да? Отлично, да. Вот так вот. Подушку такую, да, есть? Да, да, да. Укропчик туда тоже, да? Укропчик, да, все. И можно порезать помидорчики, огурчики для того, чтобы... Сейчас мы все это сделаем. Вот. Вот, прям такое, прям такое гнездо мы сделали охотничье. Так, подождите секундочку, сейчас... А, начинаем мы готовить салат, да? Да, просто, да. Или просто порежем, а может быть, сделаем, знаете, такой... Может, просто порезать, проще. Мы же за здоровой выжить. Ну, мы не только здоровые, мы и за красивые. Давайте, ладно, хорошо. Так. В общем, фильм «Пьющая кровь» Андрей. Проявил... Проявил... На меня произообщение. Но я был один. Остальные, в основном, конечно, были под впечатлением вашего персонажа, которого, простите, правильно ли я понимаю, звали Сергей Соколов. Да, кстати, это получилось... Маленький верь, Андрей Соколов играл Сергея Соколова. Это получилось совершенно случайно. Когда снималась сцена, где меня называли по фамилии, и когда заходила Маша, жена Василия Владимировича Пичева, режиссера, она же сценарист этой картины. И, значит, к нам на съемки она пришла, и как раз это снималась сцена, и когда заходил там как бы персонаж и говорил, что Соколов ножик консервный дай, долго думали, как позвать. Сергей не годится, там, Орлов не годится, а как-то так... Ну, говорит, давай мы тебя назовем по твоей настоящей фамилии, а потом что-то на озвучание сделаем. Но так получилось, что лучшего придумать не смогли. Вот, понимаете, к сожалению, со мной такой истории никогда не может произойти. Отлично, все хорошо. Сейчас мы ее перевернем. А зачем переворачиваем? Ну, пусть будет так. Знаете, что, мы можем ее по-моему перевернуть? Два никаким... Нет, нет, может быть, вот такими штуками не развиваться? Может, 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 может. Во! Во! Четыре! Чем это удобно, минимум? Чем это удобно? В багажник положил две бутылки масла. Да, и все. И в котле прямо все это сделал. Правильно же, да? И не нужно ничего. И вкусно при этом. Самое главное. Так, закрываем. Закрываем. Так, дорогой Андрей, на секунду я вас покину. Я пока здесь за старшего, да, пока сделаю лучок. Разделаем. И лучок даже? Туда? Пусть будет. Нет, это мы в салатике. В салатике, прекрасно. Так, друзья, что у нас происходит? У нас жарится в масле карп в муке, в соли и в зире. У нас готова подушка для карпа. У нас Андрей Соколов, руками охотника, рыболова, хоккеиста и актера в редкие минуты, разрезает и чистит лук. Короткая реклама сейчас будет для вас на Первом канале, после которой мы вернемся, вы узнаете, что знаменитая картина Виктора Вознецова Иван Царевич на Серой Волке первоначально называл шеф. Ты видишь, даме плохо, срочно виноводочный давай. Джеки, я тебе говорю, это он не спит, это уже все. Я же тебя просил, не наливай ему. Грэм Грин, тихий американец. Дорогие друзья, с вас на Первом канале у нас в гостях сегодня Андрей Соколов, который легкими охотничьими движениями препарирует луковицу. Значит, нам вот этих пару головок хватит вполне для салата, но поскольку лук, в принципе, мы его не оставляем, мы можем его в рыбу там кинуть. А, чтобы были такие кольца. А давайте я прям кольцами порежу, и прямо у нас будут такие кольца. Только их в муке надо, наверное, тоже, да? Ну, если успею, да. В принципе, да. Слушайте, Андрей, но вот задал я вам вопрос по поводу роли на сопротивление. И, конечно, не могу вас не спросить про вашу роль в фильме бронепоезд, где вы играете немецкого диверсанта. Самого себя, да? Я сказал, роль на сопротивление. Я предлагаю его. Слушайте, расскажите, как его вообще играть? Вообще, конечно, ну, так вот, чего говорить? Ну, вот так вот посмотрим на вас. Типичный немец. Типичный немец, да. Все правильно. Да, мне тоже предлагали роль. Ну, потом мы подумали, хотели, чтобы я просто под своей фамилией, говорят, нет, не получится у вас. Что в смысле? Ну, вот как вот вообще вы отреагировали на такое вот предложение? Ну, как, замечательно. Сыграть немца, это же мечта всей жизни. И что вы, и что там происходило? Какие сложности? Ну, ведь дело в том, что если, 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 если обратили внимание, Иван, я там говорил на немецком языке. Ну, а вот как это произошло? Знаете, я знаю, что путем всяких хитростей актерских не нужно учить язык, так можно... Мне фактически пришлось его выучить наизусть. А в те редкие моменты, когда я все-таки память подводила, то рядом с камер стоял переводчик с мегафоном, который мой текст, который я должен произносить, говорил по-немецки. Просто немецкие слова. Какие, я, честно говоря, порой даже сам не представлял, но я пытался повторить точно все то, что он говорит. И все это продолжалось с благословения режиссера, так сказать, все было хорошо до тех пор, пока нас в кадре не оказалось двое. Там еще был один актер, который, ну, которого слов было поменьше, да, вот, и который также договорился с переводчиком, не предупредив никого из нас. И, значит, в мегафон переводчика говорит этот текст, и мой, и его подряд, а мы же не понимаем, где чей. И снимали дубль, очень длинный, большой. А что у нас сцена была, что происходило там? Да, это когда мы шли по лесу после того, как появился бронепоезд. Вот мы идем, длинный-длинный переход идет. И когда мы, еще было так сложно со временем, как всегда, когда мы его сняли, я смотрю, мой партнер свет белый, говорит, что случилось? Ты знаешь, говорит, я, по-моему, весь твой текст сказал. И что делать? Ну, к режиссеру, на колени, виниться. Сняли еще дубль, естественно, но... То есть уже сняли по-настоящему? Да, уже по-взрослому. Скажите просто, Андрей, как человек, который знает немецкий язык, можно... Вы хотите лук прямо сейчас или достать рыбу потом? Нет, а уже готово, фактически. Может, тогда достанем рыбу потом? А зачем? А давайте так. Замещаем. Да? Все, кстати, мы лук оставляем, а тогда... А, рыбу начинаем доставать. Давайте сейчас я только с вашего позволения, я... Чтобы у нас... Вот оно... Сейчас, сейчас, сейчас. Смотрите, почему нам никто не хлопал? Посмотрите, какая красота. А, какая красота. Вот, как говорят немцы, вундабар. Лук. Ну, так, соответственно, можно готовить не только карпа, но чем карп лучше, он не самый жирный, и в масле как раз он становится мягким. Ну, прямо хочу вам сказать, Андрей, вот это как будто на охоте. А сейчас вы приезжаете на охоту... В общем, куда... Куда пригласят? Или у вас есть на такие места уже стоят? Уже на море, да, прикормленные. Где мыши уже вас узнают и не будет. Все, пригодится. Прекрасно. Сейчас, тогда, мастер, сейчас... Сейчас мы еще лучку. Это у нас уже... Лучок еще какое-то время пожарится. Рис у нас готов. Готов? Выключаем. Ах, вот пахнет все это. Так. Сейчас мы все... Знаете, что я предлагаю сделать вот что? Я предлагаю, Андрей, то, что на охоте, конечно, бывает реже, для того, чтобы все подготовить, вы, как человек-кинематограф, должны знать, что это такое. Это называется монтаж. Монтаж прямого эфира. Вот смотрите. Раз, два. Три. Вот так. Вот у нас все готово. Я хочу обратить внимание на... Да. Замечательная рыба. Вот такая вот рыба. На которую сверху... Лучок. Мы кладываем большое количество во фритюре жареного лучку. Лучок. Охотничье блюдо от Андрея Соколова, заядлого рыбака, охотника, и всяческого приверженца настоящих мужских забав, занятий. Хобби, и, как выяснилось, еще и мужской кухни. Настоящая мужская кухня. Так. Готовится очень плохо и очень вкусно. Это мы сейчас узнаем. Это вы говорите. Говорите по... Рис. Дарим, да, по рису. Рис. По-моему, прямо вот этой же шторкой. Значит, посмотрите, какой рис у нас рассыпчатый получился. Значит, я напомню... Можно я сразу рассказывать буду, как... А вы меня поправляйте, если я не... Ну, как мы это все готовили. Мы взяли стакан риса, добавили в него оливковое масло. Да. Перемешали и добавили туда зиру. В специи по вкусу. Соль, да, ну, специи. В общем, те специи, которые вам нужны. Высыпали на разогретую сковородку и залили двумя стаканами горячей воды. Кипятка. Кипятка. После этого мы взяли карпа. Большого карпа. Отрезали голову, отрезали хвост, отрезали все плавники, порезанные на большие куски, обваляли в муке, в крупной соли и в зире, и в большом количестве растительного масла. Жарили этого карпа. В кипячем. Мы это делали минут 5-7. Так, помимо этого мы взяли лук, порезали крупными кольцами, обваляли в муке и тоже пожарили во фритюре. После этого мы выложили все это на большое количество разной травы и зелени, порезал Андрей салат из лука, помидоров, перца и огурцов. И что нужно сейчас еще... А сейчас мы рыбку лимончиком. Рыбку лимончиком? Да. Последний штрих. Дорогой Андрей, ну накладывайте. Да, ну наконец. Накладывайте, я прошу вас, пожалуйста, вы... Поскольку утром мы еще и не затракали. У нас есть, да, мы еще и не затракали. У нас есть вот такие вот приборы для этого. Хотите? Годится, годится, годится. Какие хотите? Да, годится. Так, ну первое. Благодарю вас сюда. Благодарю вас, благодарю вас. Так. Вот сюда. Ну что, приятного аппетита? Приятного аппетита, дорогие друзья. Пробуем. Спасибо всем. Пробуем. Пробуем. Смотрите, рыба пропеклась. Внутри сочная. Ммм. Годится. Вот я сейчас чувствую себя... Да, кстати, когда вы... У вас трапеза на охоте. Вы берете себе еду? Или вы питаетесь на охоте тем, что вы подсердите? Ну, поскольку подстрелить-то это не самое главное, а иногда это не удается, то естественно. Поскольку мы охотники, то всегда все берем с собой. Мало ли, как оно сложится. Кстати, вкусно еще. Но вы не из всех, кто уходит на охоту, выходит за порог дома. Проходит метров шесть. Разливает. И потом через четыре дня возвращается со следами женской помады на ружье. У меня был случай в детстве, кстати, по поводу хоккея. Когда я пошел на каток и коньки зову. Такое тоже было. Ну, этот случай подробно описан в автобиографии Евгения Плющенко. Который называется «Почему я проиграл свой первый чемпионат?» Слушайте, я могу сказать одно. Это очень вкусно. Давайте поаплодируем Андрею. Спасибо. Чем еще хорош карп? У него крупные кости. И поэтому они... Так, дорогой Андрей, вы знаете, я просто на секунду прерву трапезу, потому что у нас есть несколько важных... Правительственных сообщений? Да, назовем так. Правительственных сообщений. Итак. Всемирно известный производитель посуды премиум-класса. Компания Тапова дарит вам инновационный набор лотков для холодильника, полный состав и кастрюлю от шефа с премьер-каталога. Тапова. Спасибо. Ваш фирменный рецепт успеха. Спасибо огромное, друзья. У нас сегодня, как так, был замечательный актер, замечательный охотник, потому что замечательный охотник всегда замечательно рассказывает про свою охоту. Вот, я считаю, что как минимум основное достижение. Ходите на охоту, будьте настоящими мужчинами и вкусно питайтесь, готовьте вкусную еду. Вот, например, такую, как только что к нам приготовил Андрей Соколов. Спасибо огромное. Спасибо. Андрей Соколов, я сейчас вернусь. Андрей, секунду, сейчас вас оставлю и будем продолжать завтракать. У нас пауза ровно на одну неделю, после которой мы вернемся. И вы знаете, что пармезан в переводе с итальянского означает повар в партизанском отряде. До свидания, друзья. Всего доброго. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Продолжение следует...